Я хотел с вами обсудить превращение Вестника Рока в фрэш-сервер Бернинг Крусейда, но тут еще в Blizzard подняли тему World of Warcraft Classic, как это называют игроки, и ну окей, давайте говорить про World of Warcraft Classic, про Бернинг Крусейд, про то, когда он выйдет, тогда уж прям про все поговорим, да, почему бы и нет. Но прежде чем мы начнем, позвольте мне рассказать вам про моих больших-больших друзей. Беспалевное начало рекламной интеграции. Дискорд Трансконтиненталь, если ты игра... Вот так, сейчас, еще раз, давайте. Если ты играешь на Пламегоре, и тебе нужны самоны, допустим, даже для быстрой прокачки перед Бернинг Крусейдом, или для того, чтобы получить какие-то ворлдбафы перед рейдом и показать самые классные логи, переходи по ссылочкам в описании в Дискорд Трансконтиненталь, и там ты сможешь получить, через этот Дискорд как бы на самом деле, ты сможешь получить самон в Бутибэй, в Агримар, на ярмарку, это не просто запомнить на самом деле, к Цветку, Анкираж, Наксрама, Остров. Изи просто, я ни разу не посмотрел в сценарий, раньше приходилось подглядывать. Выучил, надеюсь, я ничего не забыл. Также, ребята из этого Дискорда обещали мне, что если на Вестнике Рока во время Бернинг Крусейда будет онлайн 20 тысяч каждый день, они сделают услуги самона и там. Мы вообще с ними об этом не говорили, честно говоря, нисколько. Нет, но это же выгодно будет, правильно? Если 20 тысяч онлайна каждый день на Вестнике Рока. Они, все, они пообещали, короче. Сто процентов так и будет. У меня никто не будет брать рекламу. Итак, тема классики плюс, она снова поднята, потому что Близзард разослали очередные опросники игрокам, в которых они спрашивают о том, как игроки отнеслись бы к тому, что... Боже, что-то слишком много. Короче, судя по этим опросникам, Близзам интересно, как отнесутся игроки к тому, что классика может измениться. Вот эта вот вечная классика, насколько я понимаю. И все такие сразу, о, классика плюс, ой, там, значит, в вопроснике есть вопрос о том, что будет, если там еще новый контент появится, типа, они против ли вы, если... Но дело в том, что, по-моему, вот этот вопрос про новый контент, он там как-то косвенно фигурирует. И в основном там вопросы про систему слоев, как бы, как отнесутся к тому, что она будет снова включена, к тому, что будут общие какие-то серверные группы, на которых игроки смогут там вместе на БГ играть и всякое такое. И на самом деле они просто думают о том, что они будут делать с умирающими серверами World of Warcraft Classic, по-моему, это абсолютно очевидно. Я не понимаю, о какой вообще классике плюс все начали говорить. Какая классика плюс? Они просто такие, так, то есть у нас будет сервер, будут сервера Вова, и они, типа, будут все время включены, и на них ничего не будет меняться, и что мы будем с этим делать? Ну, давайте, давайте мы хотя бы их как-то объединим, думают, там, Близзард у себя, типа, сделаем все сервера Европы вот вместе, как сейчас в Актуале, чтобы, сделаем эту же систему в Актуале, чтобы миры не были пустыми. Но это система шардирования, когда, если на кусочке локации слишком мало игроков, туда накидывает больше игроков из другого мира, или если слишком много, вас там или других игроков из вашего мира перекидывает на другой игровой мир. В общем, игровые миры переплетены, как бы. Вот кажется, что Близзарда собираются сделать в классике, главным образом. Ну, то есть, да, конечно, может быть, они ее будут дальше развивать, может быть, будут какие-то планы на эту тему, и у меня в комментариях часто пишут, вот я как только начинаю обсуждать, там, будущее классики, да, Бернг Круссет, что угодно. Говорят, да что Близзам стоит хотя бы показать в качестве какого-то дополнительного эвента, контент, который они вот тогда еще не успели выпустить. Да, то, что, я думаю, что сейчас над классикой работают там какие-то программисты, да, которые в этом коде разбираются в той дресне, которая там происходит. И там парочка геймдизайнеров, которые такие, так, ну вот это вот криво работает, программисты, исправьте это. И программисты такие, блин, мы не знаем вообще, где этот кусок кода, ладно, давайте чинить. А если им нужно будет делать новый контент по классике, который вы ждете и почему-то думаете, что они... И это же там художники всякие. Еще снова еще дополнительные переводчики, еще дополнительный контент им нужно перевести. Там аниматоры 3D, короче, это как новую игру делать, как аддон. Даже вот кусочек, маленький кусочек, даже какой-то квест отдельно сделать. Вы представьте, какую надо фигню раскрутить вокруг World of Warcraft Classic, чтобы добавить в нее один сраный квест. Это сложно, надо НПС туда добавить, нужно придумать, во что этот НПС будет одет. Конечно, за это должен какой-то там, не знаю, художник по костюмам НПС получить деньги. Это тебе не пиратка, когда пришел админ и такой, значит, вот возьмем текстуру этих мобов, сделаем ее, короче, темней, дадим им мобилку вот от Аниксии, короче, возьмем, типа, чтобы они шарами кидались, вообще будет прикольно. Вот, теперь больше-больше сделаем, вот текстуру больше, типа, вот так, так, вот. И теперь в воздух, типа, он летает. Босс готов. Так не делают. Близзы так не могут. То есть, было бы, наверное, прикольно, если бы в плане World of Warcraft Classic они действительно были более гибкими. Пока мы вообще ничего подобного не наблюдаем. Но, что во всем этом интересно? Мы подходим к вопросу вообще Берн Крусейда и даты его выхода. После Близзкона, как вы знаете, я был шокирован, типа, что они не назвали этого выхода. И сейчас стало известно, что только первый альфа-тест появился в зашифрованной версии клиента. То есть, Близзы там только начали какое-нибудь Friend and Family тестирование. И вообще, конечно, учитывая, как выходит контент для классики, они могут там неделька, ой, то есть не неделька, а месяц альфа-тест, месяц бета-тест. Ну, короче, где-то летом там, типа, выпустить. Ну, в июне, например. Даже, может, весной, в конце мая. Короче, как я и говорил. Ну, а зная, что это Близзард и вспоминая, как шло то же самое тестирование, допустим, для оригинальной классики, у меня складывается ощущение, что они собираются выпускать БК, ну, ближе к зиме, я не знаю. И вот этот вот опрос о том, а вы не против, там, вот, про классику, да? Они только сейчас начали подробно планировать и прорабатывать вопрос того, как будут работать классические сервера, вот эти вечные. И как раз сейчас они задумались, господи, у нас же там куча серверов, они будут постоянно умирать, потому что люди с них будут уходить и уходить, ну, там, может, чуть-чуть новые приходить. И там будет вообще полная жопа, надо с этим что-то делать, придумывать, вот, как там будут шардирование, не шардирование, вместе эти сервера объединять, чтобы потом было все это проще, ну, короче, проще пережить смерть классики и как можно дольше она держалась, я не знаю, 10 лет, 15. И если они только сейчас действительно начинают об этом думать, вот, перед релизом этих самых серверов, то реально они зимой ее собираются выпустить, что ли? Я не знаю. Не, ну, с другой стороны, конечно, это все выглядит как достаточно такая гибкая фигня, все эти технологии уже есть и... Но это Blizzard, и Blizzard никогда так быстро ничего не делают. Если у него что-то такое спрашивают, значит, ну, через год ждите результат, я не знаю. Теперь про фреш сервера Бака я постараюсь говорить быстрее, потому что мой телефон разряжается, на который записываю, конечно, я не додумался его зарядить. Я совершенно об этом не думал, ни о каких... Я просто... Я не играл на пиратках, поэтому некоторые мысли, которые посещают игроков с пираток, типа, фреш сервер Бака, гигиально! Я об этом вообще никогда не думал, но Близзы, кстати, вот об этом думали, и у них даже были опросы. Короче, люди требуют фреш сервера, и мои коллеги предлагают сделать таким сервером Вестник Рока. И там у Вестника Рока появился уже свой дискорд, типа, для фреш сервера Вестника Рока, отчего, кстати говоря, игроки, которые играют на Вестнике Рока, охуели. Потому что в этом новом дискорде все обсуждают, там, Вестник Рока пустой, там, вот сейчас будем там качаться, одеваться, никого нету. А игроки гильдии Дрим Тим, которых, я не знаю, наверное, 95% на Вестники Рока активно играющие, это Дрим Тимовцы, они вообще-то Накс закрывают, они там в фулл Тир 3 ходят. Они такие, что, фреш сервер? Наш? Ну, типа, окей. Я, кстати, предложил Дрим Тимовцам удалить 40 персонажей 60 уровня в фулл Тир 3 для хайпа, чтобы, типа, вот, мы удаляем персонажей, приходите на Вестник Рока. Они мне нахуй послали почему-то, я не понимаю вообще, почему, тема нормальная. У меня-то персонаж даже в анкераже не одет, я бы тоже своего персонажа удалил, шамана, изи. Просто ради, все, ребята, мы готовы сделать для вас фреш... Фреш... Все, ребята, мы готовы сделать для вас фреш сервер, только идите к нам. Ну, и ладно, значит, по поводу фреш серверов. Сначала я подумал, да, это классно, там, в Дискорде уже 200 человек, ничего себе, я думаю, я сниму видео, сделаю там какой-нибудь опрос, может быть, очень сильно напрягусь, сделаю про это несколько видосов, соберем гильдию какую-то новую, пептаровскую гильдию, или там еще что-то. Тысяча человек, я думаю, смогу, ну, типа, аккумулировать своей аудитории, чтобы они прям пошли играть на Вестник Рока. А потом я думаю, так, ну, тысяча человек, окей, пошли играть. Через месяц там остались 500, докачались, да, условно. 500 человек, и это значит, что онлайн будет где-то 100 из всех тех, кого я приведу, и плюс еще 20 онлайна, которые есть сейчас. То есть у нашего фрешбока сервера будет онлайн 120 человек, это полный провал, а это вообще ничего не получится, люди поймут, что он мертвый и ливнут, еще даже не докачавшись до 70-го левела. Я не представляю, как можно сделать фреш сервер. Это надо реально, чтобы все вов-блогеры по классике вместе собрались и сказали, все идем на Вестник Рока, это фреш сервер. Тогда, может, придет, я не знаю, 10 тысяч человек. 20 тысяч человек. И из этого в итоге что-то получится. Но даже 20 тысяч человек, вы представьте, через несколько месяцев остается уже 2000 человек, а 2000 человек это столько, сколько было на Вестнике Рока, когда я туда приехал. Скажите, он выглядел живым? Нет, вы мне говорили, что он мертвый. Но тогда, на самом деле, он был перенаселен по сравнению с тем, что происходит сейчас. И тут опять та же самая проблема, что и с перенаселенностью Пламегора. Идея-то классная. Сделать сервак, ну, на котором не настолько экономика, раздрочено, извините за это слово, на котором нет такого количества ресурсов, голды, задротов и всего этого, да, и... Да, там есть Dream Team, но их тупо мало. То есть, если бы на Вестнике Рока появилось еще 20 тысяч новых игроков, Dream Team не было бы заметно. Ну, 20 тысяч не одновременно онлайн. Короче, вы поняли. Проблема та же самая, что у Пламегора, с которого можно было бы уехать, и у нас было бы несколько не сломанных серверов классики, которые бы нормально работали и не были бы перенаселены, как Пламегор. И тут то же самое. Если бы люди все вместе собрались, если бы люди вот эти вот задроты странные с пираток, чья психика искалечена малым населением и постоянной смертью пираток, на которых они играют, видимо, у меня нет других предположений, почему они так боятся переезжать на сервер, с которого потом можно уехать, я не знаю. Если бы все эти люди не боялись, туда мы могли бы сделать фреш-сервер, и это очень классная идея, и вот мы бы поиграли вот как вы хотите, в принципе. И я был бы рад. Я такой, да! Вестник Рока! Кстати, я зашел в этот дискорд, вот новый Вестник Рока, меня там забанили сразу. Я не знаю, за что. Потом меня разбанили, сказали, что мне не... Ну, в общем, уже все в порядке. Инцидент локализован. Я думал, что, может, у меня хейтеры какие-нибудь все такие, чё, пиптар? Я им сейчас кинул свое потрясающее видео, где я пою гимн Вестника Рока. Вестник Рока! Жизнь к тебе так жестока! Тебя наполняют нубасы, но их даже не масса! Никто не оценил почему-то. Это как белые люди приезжают к аборигенам просто, аборигены им там чё-то начинают показывать, рассказывать, и белые люди такие, чё? Ооо, это что? Ты серьёзно? Это герб? Они даже не понимают, это арт-хаусное искусство. Это моя песня про Вестник Рока. Никто этого уже не может. Все забыли уже. Никто не может оценить. В общем, я, конечно, посмотрю на вашу реакцию на тему фреш Вестника Рока. Если вдруг под этим... Даже не буду призывать, там, говорит, ставьте плюсики, если вы хотите играть на Вестники Рока. Если будет видно, что этим людям супер надо, и что это супер интересно, и вы такие, да, вот это идея, Пептар! Весь год, или сколько, полтора года, что мы тебя смотрим, твои видео по ВОВ, мы только этого и ждали, наконец-то. До этого мы не хотели ехать на Вестник Рока, а теперь-то, ну, это же фреш, мы теперь все поедем. Кстати, получается, за деньги. А, ну, то есть, не, фреш это предполагается. Зачем ехать? Надо новых персонажей создавать. Конечно, фреш же. Я тоже могу создать, без проблем. Если вы вдруг соберёте сделать фреш Вестника Рока, я, во-первых, в этом поучаствую, во-вторых, удалю своего шамана. Ну, кстати, про выбор класса и даже фракции. У меня ещё будет отдельный видос для БК. Вот и всё! Большое спасибо подписчикам на Патре... Нельзя говорить вот и всё! Сразу все закрывают видео! Не закрывайте видео! Не закрывайте! Послушайте, как я говорю спасибо подписчикам на Патреоне и Бусти, и спонсорам на Ютубе, и тем, кто ставит лайк и пишет комментарии. Вы все замечательные и классные ребята! Увидимся с вами совсем скоро в новом видео! Не забывайте про Дискорд-самонеров Пламегора, ссылки на которые есть в описании. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok